В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Кабинеты педиатров и гидрозал. Поликлиника на Октябрьском проспекте готова к приму маленьких пациентов. Дарить радость и счастье другим. Как развивается волонтерское движение серебряного возраста в Сарове. Победа в домашнем матче. Команда Саров-2005 обыграла ровесников из УИКСы. Далее расскажем обо всем подробно. С 3 февраля педиатры будут принимать детей из Старого района на Октябрьском проспекте. Здание на проспекте Мира передают монастырю. На новом месте откроют 6 педиатрических участков. Процедурный кабинет, кабинет доврачебного приема и гидрозал. Подробности в следующем репортаже. Решение о переезде детской поликлиники приняли в конце лета прошлого года после того, как закрыли периметр монастыря. Тогда администрация больницы разработала план мероприятий по переводу приема детей на Октябрьский проспект. За это время специалисты подготовили все необходимые документы и провели ремонт. Здесь будут осуществлять прием участковые врачи-педиатры на 6 педиатрических участках, которые у нас организованы с 6 февраля 2019 года с численностью прикрепленного населения 7 321 ребенок на 1 января. Поликлиника будет работать с 7 до 20 часов по будням. Врачи будут принимать уразные смены утром, днем и вечером для того, чтобы развести потоки детей. Кроме кабинетов участковых врачей-педиатров будет работать кабинет приема внеплановых пациентов. То есть те пациенты, которые по факту обращения захотели прийти, потому что у него кашель, допустим, головная боль, боль в горле. То есть вызвать по этой причине без температуры, особенно подростку, не приветствуется. Есть возможность показаться медицинскому сотруднику в кабинете приема внеплановых пациентов. В кабинете будут принимать фельдшеры. Также организован кабинет доврачебного приема для того, чтобы оформить санаторно-курортную карту, документы на госпитализацию, выдать бланки на исследование. Откроется процедурный кабинет для забора капиллярной и венозной крови. Возобновит работу гидрозал, где детям с различными нарушениями будут проводить водные процедуры. По электролечению, которое здесь было раньше, мы планируем, но не в ближайшее время, потому что этот кабинет требует косметического ремонта. И хочу сказать, что вся база электролечения, такая современная, находится на Курчатове. Если вы там были, там все виды магнита, электролечения. Чтобы чем-то занять детей в очереди к врачу, в холле поставили телевизор и оборудовали небольшой игровой уголок. Планируется, что поликлиника переезжает на Октябрьский проспект только на два года. Затем врачи переведут в новое здание, которое построят в районе школы номер 7. Сегодня уже разыгран конкурс, определилась подрядная организация. И уже имеется вся проектная документация. Сейчас готовится рабочая документация. И уже весной этого года начнется подготовка площадки под строительство. Я думаю, что летом начнется само строительство. Ну и сдача новой детской поликлиники предполагается на декабре 2021 года. То есть менее чем через два года она должна быть запущена. Позвонить в поликлинику на Октябрьском проспекте можно будет по тем же номерам, что и в здании на проспекте Мира. Вызов врача и регистратура 7-71-00 и 7-71-01. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютубе. К другим новостям. Волонтерское движение в России развивается стремительными темпами, но при этом до сих пор жив стереотип, что это занятие подходит только для подростков и молодежи. Между тем, среди добровольцев все чаще можно встретить пенсионеров. Пожилые люди активно участвуют в культурно-просветительской жизни общества. Выезжают с концертами в детские дома, дома престарелых и инвалидов. О том, как развивается серебряное волонтерство в нашем городе, расскажем далее. Отложив в сторону домашние дела, эти женщины даже на пенсии продолжают участвовать в общественной жизни. На очередном собрании добровольцев серебряного возраста они обсуждали планы на ближайшие месяцы. А началось все несколько лет назад. Наш центр социального обслуживания посещают люди пожилого возраста и инвалиды. Из их числа у нас сформировалось несколько групп, которые помогают другим пожилым гражданам в культурной жизни или в эмоциональном плане поддерживают друг друга. Поэтому мы называем это добровольчество. Куда съездить с концертом на Масленицу и как порадовать ветеранов на День Победы? Планов много. Еще больше – желание их осуществить. Начиналось их добровольческое движение с небольших концертов в Центре социального обслуживания. Затем стали делать мини-спектакли для детей из теплого дома. А потом с культурными программами поехали в дома престарелых и инвалидов. Ты понимаешь, что твои труды не пропали напрасно. То, может быть, я кому-то в этот момент своим выступлением помогла поднять хорошее настроение, выйти в данный момент из плохих мыслей и уйти. И я понимаю, что, значит, это надо делать, надо помогать людям. Каждый из участниц находит в этой деятельности что-то свое. Одни раскрывают творческие таланты, другие находят в этом практическую пользу для своего здоровья. Но все понимают, что их работа приносит радость людям. Мне нравится, что память развивается. Нам приходится много учить наизусть. Через волонтерскую деятельность происходит самореализация пожилых людей. Чувствуя сопричастность к большому делу, они получают новые эмоции, положительные впечатления и расширяют свой кругозор. И, по заверениям самих серебряных волонтеров, совсем не чувствуют усталости. Вот именно для меня я время даже не замечаю. Вот бывает два-три мероприятия в день. Ну, радость просто. Предложить помощь или стать участником молодежького движения серебряного возраста можно по телефону 6-94-43. Центр социального обслуживания ищет добровольцев для преподавания пожилым саровчанам уроков иностранного языка. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей СРУ-24. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Базой для проведения диагностических исследований стал Нижегородский ночной исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Академика Блохиной в Нижнем Новгороде. Там уже используют тест-систему на определение этого вируса. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В России увеличили размер детских выплат. Соответствующее постановление подписали в правительстве 29 января. Индексация составила 3%. Таким образом, единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в медорганизации на раннем сроке беременности, увеличилось до 675 рублей. Выплата за рождение ребенка до 18 тысяч рублей. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за малышом вырос до 3375 рублей, а по уходу за вторым и последующими детьми до 6751 рубля. Узнать об экзаменах можно по телефону. В Сарове работает горячая линия по вопросам проведения экзаменационной кампании в 2020 году. Как сообщают в Департаменте образования, задать специалистам все интересующие вопросы можно по номеру 95521. Звонки принимает с 14 до 16 часов. Саровчанин стал победителем чемпионата по бадминтону среди юниоров. Соревнования прошли на базе отдыха из Умрудной в Нижегородской области. Среди участников спортсмены из России и Армении. Честь нашего города защищал воспитанник молодежного центра Павел Кудашкин. В личном зачете он не оставил соперникам шансов и по итогам выступления завоевал золотую медаль чемпионата. Спортсмена подготовила тренер Елена Тачилина. В библиотеке имени Пушкина прошла акция «У книг сигнал не пропадает», посвященная Международному дню без интернета. Библиотекари поставили цель – отвлечь детей от социальных сетей и вернуть их в реальную жизнь хотя бы на один день. Одними из первых в интерактивной программе приняли участие ученики четвертого класса 17-й школы. Если дети просто играют, то зрение ухудшается, у них ухудшается словарный запас. Интернет может помочь, например, если ты ищешь какой-то город, ты просто спрашиваешь, пишешь, и он тебе выдает. Также ты можешь общаться с дальними родственниками. Так о всемирной паутине откликаются ученики четвертого класса школы номер 17. Они специально пришли в библиотеку имени Пушкина, чтобы отметить Международный день без интернета в веселой компании. Для них библиотекари приготовили интерактивную программу «У книг сигнал не пропадет». Самый все-таки надежный источник информации – это что? Книги. Книги, да? Но книга может быть не только источником информации, книга может быть источником коллекции. Впервые Международный день без интернета начали проводить в Англии в начале 2000-х. Буквально за несколько лет эта традиция распространилась по всей планете и с годами приобрела большую популярность. Главная цель этого праздника – отвлечь людей от интернета, от глобальных сетей и вернуть их в реальную жизнь хотя бы на один день. Ну и мы говорим ребятам о том, что как важно общаться с людьми вживую, а не в контакте, да, не в виртуале. Как важно просто улыбнуться человеку, а не послать ему смайлик, да, как важно погулять по улице. Сотрудники библиотеки приготовили для юных гостей несколько творческих мастерских. На площадке «Краски зимы» ребята узнали о нетрадиционных техниках рисования и создали коллективную работу. Также школьников пригласили принять участие в фотозонах «Книжное костюмерное» и в букфейсе «Книга лицо». Но больше всего юным читателям понравилось изучать коллекцию необычных книг. Там были книги с разными звуками, которые описывали книгу. Мы еще были книги такие мягкие, которые сделаны из шерсти. Еще такие книги, где надо было усылать пальчик, и там лица двигались, животных там и разных людей. Также на акции ребята узнали, как проводили досуг наши предки и поиграли в игры советского периода. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Освоить сложные элементы и выйти на новый уровень городских и областных соревнований. Для воспитанников отделения прыжков на батуте спортивной школы «Икар» установили новый объект – поролоновую яму. С просьбой ее поставить инициативная группа родителей и юных спортсменов обращалась в городскую думу еще летом прошлого года. О необходимости создания новой батутной ямы несколько лет говорили тренеры и родители воспитанников спортивной школы «Икар». Наконец, инициативная группа обратилась к депутатам городской думы. Депутатами было услышано предложение родителей. Мы собирали несколько комитетов, в том числе и выездную в самом юниоре. Обсуждали это долго с тренерами и приняли решение, что действительно в нашем городе, который в принципе популярный батутное направление, необходима новая современная батутная яма, где действительно не будет травматизма. Вопрос начали решать летом. Поскольку речь шла о выделении бюджетных средств, новый спортивный объект получилось установить только в январе. Раньше на месте ямы были маты, на них дети спрыгивали после выполнения элементов. Дети боятся прыгать на жесткую поверхность. Два дни мы крутим или там более сложные элементы. Они уже не идут. Если идут, то получают травмы. Вот в связи, чтобы устранить эти проблемы с травмами тоже. Вот поэтому это необходимо. После установки ямы ребята, не боясь, стали делать сложные элементы. Прогресс заметен, отмечают тренеры. Сейчас на отделении занимается 165 человек. Это дети от 4 лет и старше. Воспитанники отделения прыжков на батуте – постоянные призеры чемпионатов различного уровня. В прошлом году мы тоже неплохо выступили. Команды девочек выиграли, команды мальчиков выиграли на первенстве ПФО. В личном у нас были девочки, вторая и третья кандидаты. Мальчик был один, 9-10 лет маленький. Второе место занял в личном. Установка поролоновой ямы позволит детям достичь новых успехов. Отделение прыжков на батуте приглашает маленьких саровчан и их родителей попробовать свои силы в этом виде спорта. Екатерина Пенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. В Нижегородской области проходит первенство по хоккею среди юношей 2005-2006 годов рождения. В очередном поединке наши игроки приняли на своем льду команду «Металлург» из «Виксы». Спортсмены боролись на равных. Два периода закончились в ничью. Лишь в третьем отрезке матча хоккеисты из Сарова смогли переломить ход игры в свою пользу. За победу в матче хоккеисты команд Сару 2005 и «Металлург» 2005 боролись на равных. На каждую заброшенную шайбу соперники тут же отвечали голым. Первый период закончился со счетом 1-1. После второго отрезка игры опять ничья 3-3. Лишь в заключительной части матча пятая шайба саровчан осталась без ответа. Атаки «Виксынцев» не увенчались успехом. Возможно, где-то усталость моральная накопилась. Плюс это такой пик сезона, что и травмы где-то маленькие, небольшие игры, моральную табляемость. Плюс много ребят не было основных. «Металлург» приехал в Саров без шестерых игроков основного состава. Поэтому за команду играли ребята 2006 и 2007 года рождения. После проведенного матча «Виксынские хоккеисты» находятся на шестой строчке турнирной таблицы. Команда потеряла турнирную мотивацию в плане борьбы за выход в плей-офф. То есть потеряли шансы. Поэтому немного не настроились, но не оправдывает нас. Результат очень безобразный. Ребята сыграли очень плохо с точки зрения эмоций, желания, борьбы. Несмотря на победу в матче, тренер Саровской команды тоже остался недоволен игрой своих подопечных. По его мнению, ребята могли и раньше переломить ход игры в свою пользу. Немножко удаление подвели. Если бы не удаление, то уже после второго периода можно было спокойно играть. Но вот то, что дисциплина немножко подвела удаление, и счет 5-4 в конце дали шанс почувствовать команде соперника, что они могут выиграть. Штрафовали юных хоккеистов в каждом периоде. Игроки обеих команд нарушали правила и отправлялись на скамейку запасных. В следующий четверг юные спортсмены из команды Саров-2005 скресят клюшки с хоккеистами из Первомайска, которые занимают верхнюю строчку турнирной таблицы. Елена Грисовкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!